Всем привет! Вы на канале любимые рецепты. Сегодня готовим почеревку, запеченную в духовке. Для приготовления нам понадобится почеревка, лук, чеснок, соль, специи и лавровый лист. Рецепт очень простой, поэтому обязательно попробуйте приготовить. Порежьте лук полукольцами или, если хотите, чтобы было больше сока, можете натереть на мелкой терке. Отправляем лук в миску с мясом. И затем натираем на мелкой терке чеснок. Можно также его пропустить через пресс. Продолжение следует... Хорошенько смазываем весь кусочек мяса чесночком, чтобы он полностью пропитался этим запахом и соком чесночка. Затем добавляем соль. Хорошенько солим, чтобы мясо пропиталось солью и было приятным вкусом. Я добавляю 2-3 чайных ложки соли. Также добавляю специи. Я взяла специи для сала. Выберите те, что вам нравится. Хорошенько тоже смазываем все мясо, чтобы оно полностью было покрыто специями. И в конце еще добавляю черный молотый перец. Он придает остреньку для мяса. И если вы любите острое, то обязательно не жалейте перчика. Посыпайте тоже обидно. Разминаю лук руками, чтобы он пустил сок и чтобы мясо потом хорошенько промариновалось. Выкладываю мясо на форму для запекания. Можно взять обычный кусок фольги, выложить в него мясо и обмотать несколько слоев, чтобы сок не вытекал при запекании. Отправляем в таком виде в холодильник на 2-3 часа, а лучше, конечно же, на ночь. Также не забывайте положить лавровый листочек. Он тоже придаст свой аромат. Затем утром я отправляю мясо в духовку и запекаю при температуре 180 градусов полтора часа под фольгой. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 15 минут, чтобы получилась такая румяная золотистая корочка. Вот какая красота у меня получилась. Жаль, что экран не передает этого аромата приятного. Все родные заценили это блюдо и, честно говоря, мы очень часто его готовим. Даже мои маленькие детки любят его и используем чаще всего мы это мясо на бутерброды вместо колбасы. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также в комментариях пишите, как вы готовите это блюдо. Делитесь своими рецептами, своими впечатлениями. Буду очень рада общению с вами. Всем хорошего дня и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok